друзья и сейчас приступим к самой любопытной части нашего видео вот такие вот пакеты с продуктами выдает благотворительная организация адра это одна из благотворительных ассоциаций валенсии три раза в неделю выдает через день в определенных местах можно зайти на сайт этой организации и в вашем городе посмотреть в каких точках какие дни в какое время выдаются эти продуктовые наборы чтобы их получать не надо просто ничего то есть никаких документов надо приехать туда куда приезжает машина и взять вот пакет с продуктами так давайте посмотрим что же выдается всегда выдают много хлеба да может быть где-то немножко что-то вот один багет 2 багет дальше под наверное сэндвичи вот такие булочки даются фрукты но как правило они знаете вот они давайте мы заглянем просто вот таким образом накиданы в пакете сейчас мы достанем тоже сюда же положим все это так дальше идет уже тут с дисконтом окорочок дисконт потому что у него срок годности до 11 марта это до завтрашнего числа он годен так дальше детские соки для упаковочки йогурт и так срок годности йогуртов до апреля 3 апреля то есть еще почти месяц впереди так напитка сок яблочный сок стопроцентный натуральный яблочный сок о сельдерейчик еще бутылочка яблочного сока так оба сгущенное молоко банка сгущенного молока опять детский сок так яблоки вот пакет надорванный яблоки так кладем сюда яблочки так опять йогурт у нас это уже обезжиренный 0 процентов смотрим дальше здесь у нас идет укорок друзья и сейчас еще немного нашей любимой статистики и так список испанских филантропов конечно огромен и на первом месте например находится рафаэль дель пино который основал крупнейшую инженерно-строительную компанию и в прошлом году он пожертвовал на благотворительность 191 миллион евро а вообще если брать список испанских филантропов то первые 10 человек из этого списка пожертвовали в прошлом году на благотворительность сумму 1,3 миллиарда евро то есть это такая огромная сумма несмотря на это эти суммы конечно далеки от того что для всех будущих поколений сделал марк цукерберг который направил на благотворительность 42,3 миллиарда евро вот такой сделал он социальную помощь на благо будущих поколений и надо сказать что на машинах которые разводят социальную гуманитарную помощь обычно здесь написаны логотипы мы вместе или помогать легко или объединившись мы сделаем гораздо больше для каждого из нас вот то есть благотворительность в испании развита очень сильно и вот эта забота о каждом и забота всех о каждом она здесь тоже немножко удивляет и ломает наши стереотипы и рвет наши шаблоны еще один продуктовый набор который мы вам хотим показать это помощь от компании консум основана она в 1975 году и на настоящий момент имеет очень быстро развивающуюся сеть супермаркетов средней величины на территории испании их 650 валенсии только их 60 и в настоящее время ведется активное развитие этой сети на территории валенсии мурсии каталонии и два новых магазина консум в прошлом году например открыты валенсии эту помощь и магазины консум оказывают три раза в неделю как правило выдаются продукты у которых срок годности подходит концу а быть такие быстро играющие так скажем то есть обычно консум дает очень много зелени овощей эти везде уже идет практически дисконт потому что до конца срока годности осталось буквально несколько дней может быть один-два дня грибы свежую единственное что всегда свежую дают выпечку в консуме выпечка и хлеб всегда свежие так виноград и салаты вот интересно что в консуме порядка 20 видов различных салатов которые вот таким образом упакованы вот этот например салатик эти тут равиоли зелень грецкие орехи курица и соус естественно внутри так этот салат с курицей несколько видов сыра сыра зелень овощи курица и внутри лежит лавашек для этого салатика а сейчас мы вам покажем продуктовый набор который выдается один раз в месяц по линии социального страхования финансируется городской мэрией этот продуктовый набор выдается на одного человека то есть если в семье три человека умножайте все как вот это количество продуктов на 3 безусловно раз на раз не приходится и каждый раз продуктовые наборы абсолютно разные и может быть и в разных городах они разные мы вам показываем то что что действительно вот получают здесь наши соотечественники которые проживают валенсии и так на один месяц на одного человека вы выдали в данном случае 7 литров молока упаковку дальше вот такие популярные здесь бульоны честно сказать я ни разу не пробовала эти бульоны что они себя представляют не знаю но почитала состав но они вообще без консервантов и срок годности у них достаточно маленький поэтому я думаю что состав этих бульонов очень даже интересный дальше это с рыбы бульон рыбы бульон с морепродуктов дальше бульон с курицей и овощей ну и также молоко обезжиренное для видимо диетического питания дальше идет два килограмма муки литр оливкового масла моющие средства консервы овощные пюре из манго и вот здесь три вида риса в испании очень популярны различные крупы а кофе натуральный чечевица вермишель из морепродуктов есть три баночки тунца и мидии и дальше еще у нас овощные консервы фруктовые горошек вот такой интересный рис быстрого приготовления все продукты как вы видите они такие долго играющие с большим сроком хранения еще один продуктовый набор который выдает прихожанам церковь он самый аскетичный из всего тем не менее он содержит фрукты такие наборы выдаются тоже один раз в месяц например в церкви которая находится в порту до сагунта вот прихожанам выдается вот такой набор апельсинчики персики корси консервированные здесь какие-то овощные такие салатики томатная паста опять же рис макароны изделия есть такие сухарики для канапе печенье картофельное пюре куриный бульон и рисовый напиток ну и как всегда немножко статистики в мае двадцатого года на законодательном уровне был закреплен минимально прожиточный необходимый минимальный прожиточный доход или как бы базовый доход соответственно это доплата уже имеющемуся доходу человека который проживает отдельно без семьи или всей семьи он рассчитывается индивидуально и выплачивается всем абсолютно без исключения семьям и гражданам чем до чей доход меньше минимальных значений то есть порядка две тысячи двух миллионов 3 300 тысяч человек в испании начали уже получать непосредственно этот доход или оформлять его и право на получение такого пособия имеют кстати и все иностранцы резиденты испании которые проживают на территории испании не меньше одного года но необходимо учесть что обладатели внж без права на работу должны иметь достаточное средство для проживания об этом и вам все время говорим и это вы указываете при первичном запросе визиты и при каждом пролонгации своего типа визы и таким образом если вы конечно обратитесь за пособием вам его назначат да если вы всем условием соответствуете но в дальнейшем вы поставите под сомнение именно факт наличия у вас финансовых гарантий и соответственно проблема конечно возникнет с продлением вашей резиденции и размер пособия внимание составляет 461 евро в месяц для одиноких граждан это кстати 5538 евро в год а для родителей одиночек это еще плюс 100 евро каждый месяц соответственно дополнительно 1200 евро в год для семей эта выплата составляет еще дополнительно плюс 30 процентов в общем-то как вы сами увидели умереть с голоду в испании просто невозможно и не только государство занимается вот именно проблемы до семей которые попали в непростую ситуацию но еще огромное количество благотворительных организаций которые помогают людям в таких условиях таких ситуациях вот ну желаю вам никогда не попадать такой ситуации а наоборот чтобы вас всегда была возможность помогать другим вот на этом мы прощаемся с вами до наших новых встреч всего доброго до свидания